Сделать игровой монитор несложно. Нужно просто взять подсветку поярче, диагональ побольше, добавить запредельное разрешение и нафаршировать все это дело технологиями. Правда и ценник получится соответствующий. Сделать наоборот дешевый монитор тоже не затруднительно. Достаточно взять корпус из простейшего пластика с огроменными рамками, матрицу с задержкой в пару световых лет и углом обзора в 0 градусов. А вот чтобы сделать монитор одновременно и доступным и игровым, тут нужно постараться. И одного лишь энтузиазма не хватит. Нужна опытная команда и связи с производителями, чтобы заказывать качественные детали в больших объемах и по хорошей цене. К счастью, такая команда есть. Возможно, название вам покажется отдаленно знакомым. Это Aopen. Она основана более 20 лет назад и входит в Acer Group. И вот в 2019 году эта компания решила представить сразу три новых монитора. Один из которых у нас на обзоре это Aopen 27HC One или HC1. Диагональ у него 27 дюймов. Тут подсказка кроется в самом названии. Что в названии не указано, так это частота обновления. Здесь это полноценные 144 герца с поддержкой G-Sync и FreeSync. И как вишенка на торте, то что в комплекте сразу же лежит DisplayPort кабель, так что вы от игры можете получить максимально возможную плавность, если, конечно, ваши видеокарты вытянут. Но также у монитора есть и более классические разъемы для подключения, а именно HDMI и DVI-D. Что первое приходит в голову, когда слышишь в сочетании недорогой 144 герцовый игровой монитор? Правильно, ТН-матрица. Точнее, как раз таки это неправильно, потому что ТН-матриц в 2К19 существовать уже не должно, как и MP3-плееров или кассетных видеомагнитофонов. Это хорошие были технологии в свое время, но уже все. И, судя по всему, в компании Aopen считаю так же. Во всех их мониторах стоят VA-матрицы. Да, это не IPS, но зато дешевле и не сильно хуже по качеству. Конечно, если вы профессиональный дизайнер, то вам стоит гоняться за откалиброванными IPS-панелями, но для игр разница не столь ощутима. Главное преимущество VA перед ТН-ом — это углы обзора. Здесь небольшие цветовые искажения можно заметить только под самыми экстремальными углами, но если вы не собираетесь играть из-под стола или привязанным к потолку, то вы о них и не узнаете. Зато сделать быструю VA-панель гораздо дешевле, чем быструю IPS. Как я уже говорил, здесь частота 144 Гц со временем отклика всего в 4 мс. Ну и вы уже, наверное, заметили, что, ко всему прочему, она еще здесь и изогнутая, а рамки сведены к минимуму. В чем вообще прикол изогнутого экрана и для чего это нужно? Ну, во-первых, это добавляет изображению глубины, а во-вторых, задействует ваше периферийное зрение. И предполагается, что все точки экрана всегда на одинаковое расстояние от вашего взгляда. И, в принципе, это действительно работает. Что видео смотреть, что играть за изогнутым монитором приятно. Правда, это одно из тех ощущений, которые очень сложно описать словами и показать на камеру, потому что вы, скорее всего, смотрите это все равно на плоском мониторе. И нужно признаться, что к этому изгибу через пару дней все-таки привыкаешь. Это не значит, что эффект глубины куда-то пропадает. Просто мозг это начинает воспринимать уже как должное. И вот потом пересаживаться обратно на плоский монитор будет уже сложновато. Ну и еще об изгибах. У Aopen сейчас модельный ряд состоит из трех мониторов на 24, 27 и 32 дюйма. Так вот, как по мне, 27 дюймов это минимальный размер, чтобы изгиб смотрелся органично. 24 будет все-таки маловато, а вот 27 или 32 это самое то. Так в чем подвох? На чем производителю удалось сэкономить? Во-первых, это на вырезании всех некритичных элементов. Например, здесь нет динамиков или RGB подсветки. Но этому, наверное, большинство из вас только рады. Во-вторых, разрешение здесь народное 1920 на 1080. Ну и в-третьих, это то, что подставка не регулируется по высоте. Здесь можно только угол наклона подправить. Зато есть крепление для кронштейна, что, в принципе, нивелирует все слабые стороны подставки. В итоге получился действительно достойный игровой монитор, который в первую очередь сконцентрирован на игровых характеристиках, но еще на качестве сборки и дизайне, а не на погоне за миллионом герц и миллиардом комбинаций RGB-подсветки. Посмотреть характеристики в виде сводной таблицы, узнать цены и почитать отзывы вы можете по ссылкам в описании. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok